всем привет вы на канале земной татьяны если вы еще не подписаны то подписывайтесь потому что на моем канале самая свежая информация и самые интересные и развлекательные ролики ну а также не забывайте про группу вконтакте и телеграм ссылочки все будут в описании под видео так что заходите подписывайтесь иногда выкладываю самое интересное именно в тех группах ну что ж давайте перейдем к нашему видео о чем же сегодня будет потому что заставка интересная да ребят ну как обычно рассмотрим новинчики магазина также что у нас новенького добавили по старым в общем то вещам ну и самое интересное у нас два разговора два разговора вконтакте и в чате ну что ж давайте сначала к новинкам и досмотрите видео до конца вот там как раз будет самое интересное новинки я бы не сказала что их много и тематика такая знаете очень странненькая что-то похоже на готов наверное я не знаю напишите в комментариях чем это вас ассоциируется панки или что-то такое или может какие-то ведьм очки но в общем очень странная коллекция как она называется правильно деле бирюс деливирус ночью буковка d у нас на спине костюмы я бы не сказал что прям супер красивые я такой стиль не люблю но возможно кому-то очень понравится из всего этого но кстати вот этот классный лук в плане того что здесь уже ничего дополнительно покупать не надо и колготочки есть и вот как раз про колготочки новые колготочки я вот с звездочками сто процентов куплю тем более не такие дешевенькие ну и хотел сказать сабо но это кроксы кроксы с какими-то заклепками черными ой черные с серебристыми мужиков кстати мне кажется получше немножко но не знаю но мне кажется мужики в этот раз получше как-то одеты чем мы поярче наверно у них такое разнообразие в цвете все таки так красно-черный костюм но интересно опять буковка d я бы сказал на что это похоже но нет не скажу ладно не буду рекламировать так красно-черный но в принципе неплохой вот это костюм кстати мне очень понравился все лаконично и мужичок будет сильно смотреться и полосатенькие штанишки не такие как знаете в местах не столь отдаленных кстати очень даже неплохо вот ботинки да вот кстати ботинки ботинки я правда сверху надела но я думаю к этому костюму эти ботинки подойдут да и в принципе отдельных тоже можно носить так и такие же кроксы ну не знаю можно было бы кроксы сделать кстати какие цветные так теперь что у нас голова единорога ребята чему голова единорога честно говоря непонятно к тому же это голова была в коробке парные позы у нас что-то такое все все как один или все как один но в принципе такие боевые позы но не знаю даже стоит ли покупать или нет что-то а так это спортивное что-то такое да идеальный баланс кстати идеальный баланс по моему уже что-то похожее было тоже со словом баланс сто процентов я где-то видела так и такая а кстати да вот точно вот с ногами которые наверху у нас есть такая поза только по моему низ был другой так что у нас дальше а вот это кстати интересненькая поза кто наверху так смотрится очень красиво девчоночка прям такая секси-пекси да вот эта поза мне понравилось но правда дороговато танцы у нас дешевле по моему стоили так давайте что у нас еще дальше есть а есть три фона ну скучные скучные китофоны вот посмотрите вот единственный по моему не с градиентом понравился это в принципе не пинтерест а как же называется приложение pixart вот где этом обложке делаю можно такой фон забабахать причем самому забабахать и все это вот почему когда люди говорят давайте мы сделаем сами себе вот фон и да чтоб можно это было ставить или можно как-то отредактировать в наш профиль разработчики как-то никак не откликаются так комплекты у нас добавили посмотрите может быть что-то новое добавили чего у меня нет смысле копленно да но вот анимка с самокатом у нас так это походная коллекция старая еще все еще есть но если вам что-то прям запала в душу можете прикупить так дальше какая-то садоводческая садоводническая а короче садоводническая что у меня с инвестиций так но в общем кто любит сад огород тот покупает эту коллекцию китайская коллекция кстати очень неплохая некоторые предметы у меня скуплены были но то что мне прям понравилось я туда вот пихнула в этот доме кстати если что заглядывайте в эти китайские дома они иногда прикольно сделан так и садовый домик кстати в садовом домике очень мне нравится всякие такие вот зеленушечки всякие не знаю там как не горшочки вот вот в таком стиле прикольно сделать такая знаете летняя дачка получится садовый домик так и что-то вот кстати на стене там тоже интересно стало себя думал что это как как окошко тот оказалось нет так дальше у нас события так значит в студии new studio music социалити я зашла не было никаких подарков к сожалению вот я говорю они через раз как достает обновленная у нас клубешник там типа хип-хоп по моему музыка но я так как без музыки я даже не заметил думаю вдруг что-то внешне но и обратно счет до хаоса обратите внимание 13 мая тире 13 мая то есть один день что ли работает и что там будет за церкового представления я не представляю ну вот помните я говорила у нас хэллоуин просто 360 дней году единственный праздник который празднуется в авакии круглогодично просто вот каждый день так вот добавили временные предметы с не только с хэллоуина конечно там но в основном в хэллоуин их добавляют так что зайдите посмотрите многих у меня здесь не представлена потому что видимо скуплена а так просто нажмите где фильтр временные и просто по всем брендам пройдитесь и посмотрите вдруг что-то там понравится и захотите купить ну слушайте я наверное еще раз посмотрю вдруг действительно что то есть но это все равно будет появляться давай теперь ребята перейдем к развлекательному контенту который я вам обещала вот честное слово ребята я не ищу специально вот таких вот людей а они меня находят и находят вот такие вот ситуации которые сами просятся чтобы их показали в видосе чтобы вы на это посмотрели поржали может быть о чем то задумались сделали какие-то выводы но вот ребята честное слово вот ну мне мне это даже хорошо побольше таких вот ситуации мне в помощь так вот значит я вам заранее скажу мы работаем с другом давно когда еще были нубами познакомились и у него манера никого не добавлять друзья и сразу банить в кафе чтобы было меньше народу на заработки бан лично дело каждого как бы тут осуждать человека не надо поэтому вся ситуация для меня была очень смешно читаем значит девушка сама написала мне в приват с вопросом это твой парень но как бы это не парень просто друг но я пишу да передай ему что встречаться мне не надо предлагать потому что он не понимает что я пишу так что он напишет так не поняла он себе предложил встречаться я уже стебусь потому что я знаю что он всех блокирует да и настаивал причем как он может наставить если она в блоке я отпишу серьезно но представляете да человек поставил в блок и просто вот этот полина даст ни с того ни сего решила зачем-то вот такое придумать не веришь не верит когда другая на моем месте согласилась то будет поздно уже это к чему это непонятно ну что еще будем писать хрень это последнее я написала тогда когда в общем-то в общем чате мы с другом в общем-то поржали над этим я говорю слушай тебя тут обвиняют том что ты предлагаешь встречаться он говорит какая фигня я всех блокирую я даже не читаю что мне пишут потому что просто этого делать не могу но вот объясните мне зачем люди вот таким занимаются вот допустим ладно я как бы взрослый человек а вот другие может быть мнительные девушки или юноши его потом разборки в парах там ты действительно писал не писал то есть он мне прислал скрин кстати наверно вставить где там пустой просто чат и никаких писанин нет вот сами можете убедиться что личка пустая что никто туда не может не писать и не писал никогда так что делайте выводы следующая ситуация я бы не сказала что это смешная да наверное надо быть внимательнее я наверное такая знаете подозревака и всегда все перепроверяю поэтому ребята я делюсь своим опытом не попадитесь на такие уловки скажем мошенников как говорится в одной известной передачи я столкнулась с этой ситуации в контакте я сначала не поняла что действительно меня хотят развести давайте я вам все это почитаю значит пишет мне какая-то настя бондарь привет я твоя подписчица я сделал диафон интро оценишь я говорю ну конечно давай и она мне скидывает интро zip я в общем-то не поняла почему я не могу открыть ее на телефоне и пишу там формат текст и попробуй пожалуйста с компьютера я говорю что я не дома но попозже я сделаю и пишу даже что у меня ошибка распаковки и требуется какой-то пароль я говорю если есть в телеге то можно скинуть туда принципе не понимаю зачем кидать zip интро не так много весит игру или как вариант без архива сюда кинуть или в мою группу вконтакте прикрепляюсь прикрепляюсь ссылку она пишет что она забыла пароль что пароль 123 я пишу хорошо но думаю вдруг откроется у меня на компе нет программы для воспроизведения может скинешь саму интро без зипа она говорит не грузится я так бы скинула а можно скрин что не так пожалуйста я щас окей жду значит я не скрины дела я просто написала писала видео с экрана как все это у меня дело происходило но и дальше жду общем то ответа следующее что нам не пишет попробуй пожалуйста скачать на компе и не диском я через него напрямую перекину и сама тебе открою я естественно проверяю что это за сайт и оказывается это удаленный доступ к моему компьютеру то есть сторонний человек просто зайдет в мой компьютер и будет там шарится по папкам по сайтам там сами понимаете сейчас на компьютере может быть очень много своей личной информации и важной информации поэтому никогда не давайте доступ сторонним людям к своему компьютеру я такая сразу поняла что меня хотят развести поэтому я продолжу разговор типа ну а давай в общем то в чем сложность прикрепить сюда тоже черепи что мне компьютер старый и на вин и не на windows и и через браузеры видео скинуть нужен какой-то плагин и сразу выходит из сети я пишу но тогда все легко делается достаточно видео с экрана снять так ты можешь мне снять свою ошибку я найду решение игру кстати интро формате mp4 делается они скр хотя и скр кстати тоже есть и возможно у тебя проблема загрузкой попробуй формат переделать в общем ответа я конечно не дождалась но дождалась того что меня заблокировали как видите я скрины дело когда мне уже блок стоял но и сейчас когда я читала с компа я увидела что данного пользователя тоже удалили соответственно этот стопроцентный был мошенник так что ребята делайте свои выводы а на этом с вами я прощаюсь всем огромное спасибо за внимание подписывайтесь на канал на телеграм на группу вконтакте и увидимся очень очень скоро всех люблю целую обнимаю обожаю и всем пока пока